Привет, мои хорошие! В сегодняшнем видео хочу поговорить с вами о находках в декоративной косметике. И если вам интересно, то, конечно, продолжайте смотреть. Сегодня покажу несколько продуктов для губ. Это два блеска, будет очень бюджетных. И несколько продуктов для глаз. И что хочется сказать, девчонки, эти продукты мне безумно нравятся, но отзывы на них бывают разные. Я вам сегодня расскажу о своих ощущениях и о том, как я это все применяю и покажу все вам поближе со свочами. Итак, поехали. Начнем, наверное, давайте с блесков. Мне все-таки кажется, с блесков лучше будет начать. Покажу блеск, который мне безумно нравится. Это Белор Дизайн. Вот так вот выглядит. Линейка называется Подиум. У меня 21 тонн в объеме 6,4 грамма. Здесь я уже сама себе подписала, потому что была наклика, она была неудобно наклеена. Я знаю, что отзывы на эти блески бывают совершенно разные. Кому-то нравится, кому-то нет. В моем случае мне понравился. Там идет у них большая линейка. Может быть, они по качеству отличаются. Каждый, ну, именно каждый цвет. Качество будет разное, не знаю. У меня 21 тонн. Вот поближе вам покажу. И мне все нравится. Начиная от кисточки. Кисточка вот такая вот, смотрите, большая. И очень интересно. Ну, несмотря на это, ей удобно все прокрашивать. Цвет. Он такой нежный, девочки. Как же он мне нравится. Его и наслаивать можно. Блеск не растекается. Внутри присутствуют блестки. Но из-за этих блесток, мне кажется, они как-то вот задерживают этот блеск. Он хорошо наносится. Он достаточно держится. И губки так вот, знаете, освежают этот блеск. Мне понравилось. Единственное, что вот на этой кисточке, да, я думаю, вы видите, скапливается всегда какое-то количество блеска. Вот. Может быть, ограничитель плохой или с чем это связано. Я даже не знаю. Поэтому мне здесь приходится. Я всегда люблю, чтобы косметика у меня была в хорошем, красивом состоянии. Поэтому мне приходится вот здесь вот немножечко вытирать. Что касается аромата. Ой, ну он безумно приятный. Какие-то вот конфетки. Привкуса нет на губах. Но, вы знаете, мне понравился этот блеск. Я с удовольствием им пользуюсь. И, конечно, уже сейчас видно не будет. Но я примерно уже вот столечко использовала. Для такого огромного блеска, я думаю, это достаточно много. Я уже использовала. И я буду продолжать им пользоваться. Потому что мне он понравился. Вот. Но вы, конечно, напишите, были ли у вас такие блески. И нравились они вам, либо не нравились. Потому что, опять же, я слышала разные отзывы. Второй блеск, который я услышала, мне кажется, может даже больше негативных отзывов, чем позитивных. Но, несмотря на это, он мне понравился. Это Диваж. И это первый продукт, который я вообще попробовала с этой компанией. Вот так вот блеск выглядит. У меня номер 3218. И это, опять же, такой нюдовый цвет. Ну, конечно, для каждого нюд разный. Ну, для меня это розовый нюдовый цвет. Он уже не такой светленький, не такой яркий, как предыдущий. У него уже обычный спонж. Нанесу его сейчас. Здесь уже нет блесток. Вот, что кому-то, может быть, и больше понравится. Ну, каждый, знаете, мы же все разные. Поэтому каждый любит все разное. Я люблю и с блестками, и без блесток. Главное, чтобы эти блестки не были кричащими. Вот, посмотрите. Это как бы розовый цвет, но он уже не такой розовый, как предыдущий. И он такой вот глянцевый. Очень красиво на губах лежит. У меня пигмент губ темный. И на моих губах этот блеск еще чуть темнее становится. Но, несмотря на это, он мне очень нравится. Носила его и летом. И сейчас осень тоже. Ношу с огромным удовольствием. Отдушки практически никакой нет у девчонки. Я сейчас даже перепроверю. Ну, так какая-то есть непонятная. Не сказать, что прям приятная. Не сказать, что неприятная. Вот, привкуса, опять же, никакого я не чувствую. Что первый блеск, что второй, они не липкие. Вот, поэтому для кого это важно, я думаю, обратите на это внимание. Я, в принципе, и липкими, и не липкими пользуюсь. Но цвета, согласитесь, очень такие освежающие и красивые. Следующее. Давайте перейдем с вами к глазкам. Я хочу показать вам покупочку от Essence. Вот так вот это все выглядит. Это гель-карандаш для глаз. Его, конечно же, можно использовать по-разному. Здесь вот такой вот выдвигающийся механизм. Сейчас крышечку уберу. Покажу. Вот, видите? И карандашик начал выдвигаться. Что немаловажно, он обратно же тоже задвигается. Только он уже такой, знаете, не такой острый. Поэтому для кого важно, тому придется подтачивать этот карандаш. Дальше, что хочу сказать. Я... Это вообще темно-коричневый карандаш. Так, где же здесь? Вот, название. 06. Вот, видите? Такое название у него. Я искала именно коричневый карандаш, чтобы использовать как подводку. Потому что не всегда мне хочется именно черной яркой подводкой подводить глазки. И для этих целей я использую, конечно же, этот карандаш. Но несу сейчас он так пошире, чтобы вы видели. Это, да, действительно коричневый цвет, но он очень темно-коричневый. Поэтому иногда кажется, что это такая, знаете, неяркая черная подводка. Но все равно мне очень нравится этот цвет. Он мне подошел. И несмотря на то, что вот, знаете, конец, да, этого карандаша не такой острый, все равно очень удобно рисовать стрелку. Конечно, стрелки получаются не тонкие, но я часто люблю. Иногда люблю тонкие, иногда толстые. Стрелки хорошо держатся этот карандаш, не отпечатываются, даже несмотря на то, что у меня нависший века. Он очень мягкий, хорошо ложится, никаких раздражений у меня от этого карандашика нет. В общем, мне он нравится, я пользуюсь с огромным удовольствием. Вот, иногда просто, знаете, вокруг, глазки так вот вокруг подвожу этим карандашиком. Иногда использую как подводку. В общем, он для меня оказался универсальным, и это здорово. Хотя я все-таки, наверное, буду в поиске именно коричневого карандаша, но чтобы он был не такой темный. Но цвет, конечно, красивый, очень красивый цвет. Надеюсь, камера хорошо вам этот цвет передаст. Далее, что хочу вам показать. Покажу вам подводку от Ева Мозаик, которой я тоже осталась, девчонки, довольна. Это уже на этот раз черная подводка. Вот так вот она выглядит. Интересное такое оформление. И здесь написано жидкая подводка для глаз. Черная. Больше ничего не написано, ни номера, ничего. Я думаю, может быть, у них черная, коричневая, синяя, зеленая, например, есть. Поэтому вы легко найдете эту подводку. Для меня это в какой-то мере был эксперимент, потому что такой кисточкой я не очень умею. Даже бы не очень, я вообще не умела пользоваться, скажу честно. У меня были только такие, знаете, фетровые подводки. Ими вот я как-то изначально начала пользоваться. И мне было это удобно и классно. Вот. Но мне очень захотелось от Ева Мозаик попробовать подводку, потому что вообще к Ева Мозаик я очень хорошо отношусь. И буду потихонечку что-то покупать, пробовать. Меня что-то интересует. И, ну, конечно, мне захотелось и подводку попробовать. Здесь, конечно, можно и тоньше линию нанести, и потолще линию нанести. Через несколько секундочек, я думаю, вы уже заметите, что подводка начинает подсыхать. Цвет получается красивый, получается матовый цвет. И для меня это очень необычно. У меня впервые, если честно, матовая черная подводка. Вот даже сейчас уже видно, что подводка начала подсыхать. Особенно та линия, которая была тонкая. Толстую линию я нанесла, конечно же, очень так-то неравномерно. Поэтому она неравномерно просыхает. Но на самом деле никаких проблем нет. Подводка мне безумно нравится. Она на веке не отпечатывается. Как я уже выше сказала, ей очень удобно пользоваться. Поэтому, если вы ищете что-то такое интересное, эту подводку я вам советую. Тушь, девочки, мне очень понравилась. Ну, у меня с ней такая история произошла необычная. Ну, давайте для начала, конечно, вам покажу кисточку. Кисточка у нее такая обычная, силиконовая. Я не очень люблю силиконовые туши. Но периодически мне что-то попадается, и я, конечно, это пользуюсь. Эта же тушь мне досталась совершенно бесплатно. Мне ее тетя подарила. Вот. Ну, давайте расскажу историю про эту тушь, раз мы уже с вами сегодня подробно о ней говорим. Значит, хочу сказать то, что я ее получила в конце апреля и начала использовать. Месяц я использовала, полтора я была просто счастлива, потому что мне тушь нравилась. Взгляд такой был красивый, выразительный. Реснички были приподнятые, пышные, длинные. Все было прекрасно. Я пользовалась практически каждый день. Но через полтора месяца использования тушь начала дико осыпаться. И у меня просто, вот я действительно через несколько часов после нанесения этой туши, я выглядела как панда. Но как бы это смешно ни звучало, это действительно так и есть. И я уже хотела ее выбрасывать. Я ее, скажу честно, даже уже отложила вообще в сторону и перестала ей пользоваться. И недели две-три, может быть даже месяц, она вот так вот и лежала, как-то у меня в сторонке, я ею и не пользовалась. Потом в какой-то момент я взяла ее и решила накраситься. Мне куда-то нужно было буквально на полчаса на час дома выбежать. И я подкрасилась этой тушью. И на мое удивление, в тот день тушь продержалась до самого вечера и вообще без всяких осыпаний. После того я ее опять активно начала использовать. И прошло уже, это получается в мае где-то я начала в конце ее использовать. Нет, вру не в мае, в июне. И июнь уже, август, вернее июль, август, сентябрь. И уже столько месяцев после этого казуса я использую эту тушь, она у меня до сих пор работает. Продукты здесь достаточно много еще есть. И ну я вообще, я не понимаю, что с ней тогда произошло, почему она начала себя так вести, потом вновь стала хорошо себя вести так. Поэтому я до сих пор без понятия, но пока она хорошо себя ведет, не осыпается, я буду, конечно же, продолжать ею пользоваться. Вот. Ну, в принципе, не знаю, что еще больше сказать. Тушь, конечно, черная, хорошая. Если есть у вас доступ к моряке, то, конечно, попробуйте, закажите. Но я все-таки считаю, что хоть я ее и отнесла к видео к бюджетным покупкам, все-таки она не совсем для меня бюджетная. И вообще косметика моряке не совсем, я ее считаю, бюджетной. Вот. Ну, может быть, как-нибудь про моряке в отдельном видео с вами поговорим. Но мне тетя часто дарит моряке, поэтому мне получается, что это прям совсем бесплатно. Вот. Поэтому в это видео я эту косметику и отнесла. Ну вот, девочки, это было все на сегодня. Надеюсь, видео вам понравилось. Может быть, было для вас полезным, интересным. Обязательно пишите комментарии, пишите свои отзывы на эти средства косметические. Если вы их пробовали, я с удовольствием почитаю все ваши отзывы, пообщаемся с вами. Если видео вам понравилось, то, конечно, ставьте лайк. Если не подписаны, то обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео. Ну, а мы с вами скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok